Привет, друзья! Там меня в личке несколько раз уже спросили в последнее время, хотят ещё раз посмотреть, но я покажу. Это, значит, Академия технологических наук международная. И здесь написано, что я академик. Так, технологических наук международной. Но ещё покажу, чтобы больше уже, как говорится, не показывать, потому что, ну, сколько можно, уже третий раз показывать. Ну, вот смотрите. Значит, и есть ещё вот такое вот. Это Международная Академия образования. Там я член-корреспондент. И там, значит, мне дали вот такой вот знак. Называется знак. Заслужение науки. Четвёртой степени. Видите, написано так. И вот такая вот есть симпатичная штучка к этому. Вот. Ну, там, маленькая и большая. В общем, есть у меня ещё другие. Другие. Но это самые последние. Значит, что я хотел сказать. У нас будет сейчас вебинар первого числа с Романом Газенко. И там же я хочу, чтобы Олен, мой сын, психолог и художник, чтобы он нам показал раскрепощающее действие, которое расширяет объём внимания ко всему новому, освобождая нас от шаблонов мышления, чтобы мы могли. И новое – это лучше, быстрее понять без всяких стереотипов старых, которые у нас бывают. И у нас ещё будет, я говорил, ролик уникальный на Телеграме у меня, на канале Метод.Сайлиева. И уже многие ждут его, потому что там будет раскрыто некое понимание о тех вещах, которые мы вроде бы знаем, но там будут проведены такие примеры, ну, всем известные, но совершенно с другой точки зрения, и мы сразу все поймём, как нами манипулируют. Это очень интересно и важно, чтобы мы сохраняли психологическую устойчивость, чтобы нами меньше манипулировали, чтобы мы думали своей головой, а не чужой. Я хочу напомнить вам свой афоризм, что человек, который с головой не дружит, он не знает об этом. Вот в этом же весь и парадокс жизни. Да, друзья? И сейчас я хочу вам сказать, что вот этот ролик, который там многие уже ждут, потому что я о нём уже говорил, и ещё расскажу потом. Прямо перед тем, как его выставить. Не мой каприз в том, какой дате мы его выставим, мы его сейчас готовим. Он будет такой, ну-ну-ну, такой будет, такой. Просто, ну вот, вы увидите и поймёте. Поймёте, для чего всё это я делаю. Потому что мы же собираемся остановить это безобразие, которое вообще-то называется по-другому убожеством. Убожеством это лишение чего-то смысла, лишение чего-то красоты и пламени жизни, вдохновения, энтузиазма. Ну, чтобы не было у нас депрессии, чтобы мы понимали, как в этой неопределённости жить. Потому что, ну, нет как бы образа будущего. Вот мы живём как бы вот в таком подвешенном состоянии, в турбуленции, неопределённости, и не знаем, что будет завтра. Так не должно быть. Но так происходит. Потому что, как я понимаю, всё сейчас многое зависит от того, кто нами, собственно говоря, кто нам даёт информацию. Вот так можно сказать. У кого эти платформы, которые там, как они образовались, почему они именно у них, и почему они нами управляют. Это другой вопрос. Мы это раскроем потом с Романом Газантов. Он поможет нам в этом разобраться. Ну, в принципе, в принципе, весь вопрос в том, откуда мы получаем информацию. Как нам понимать, она достоверна или нет. Потому что источники весьма авторитетные. И люди вот ищут, ищут. Много-много людей в мире ищут, где же истина. И находят, находят. И посылают друг другу, посылают. И смотришь на эти видео, которые присылают, что вот сколько там неправильности делается, и почему нас так немножечко эксплуатируют незаметно для нас, и зомбируют незаметно для нас, и много чего незаметно для нас делают. И разные технологии для этого существуют. А нам надо сохранить человечность. И всем надо соединяться на основе человечности. И в первую очередь надо определить, что это такое. Потому что, что надо быть человеком, знает каждый. А что это такое, мало кто понимает в том смысле, что интуитивно может понимать, что это есть доброта, благородство, полезность какая-то для других и для себя, конечно. Ну, чтобы жизнь была, чтобы мы не превратились в шпунтики, винтики, шариковых, зомби всяких, исполняющих, и готовых всегда только вот так. Чтобы мы были человеками. Да, чтобы я много не говорил на эти темы, я вообще на самом деле все уже сказал. Поэтому, кто хочет, все-таки подписывайтесь на канал, мой телеграмм. Ждите этот ролик там. И объявим сейчас, завтра, именно точно, что 1 июня в 20 часов будет вебинар с Романом Казенко. Вы уже его знаете. Это наш дорогой психолингвист, журналист, много у него чего. Рассказывать не буду. Уже всем, наверное, понятно, о ком идет речь. До встречи, друзья. До встречи.